МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Всем привет! Если вы видите помимо, что я хочу сказать? Только одно, друзья, вам крупно повезло. Не только потому, что в ближайший час вы проведёте здесь, сейчас, со мной. Потому что прямо сейчас на Муз-ТВ стартует самый крутой хит-парад всех времён и народов. Топ-хит-чарт. Топ-хит-чарт это 30 любимых хитов, нескольких десятков миллионов радиослушателей, полную версию чарта и сотню лучших можно найти на сайте топхит.ру. Итак, поехали! Между прочим, у нас тут дебют. Приветствуем стоя группу Фрэнки и их Истерия. Музыканты из группы Скутер удивительные люди. Они уже вписали свои имена в историю музыки и теперь с чистой совестью могут уйти на пенсию. Например, купить дом на берегу моря и целыми днями потягивать водичку с лимончиком, читать книжки, смотреть фильмы, прогуливаться вдоль берега, наслаждаться закатом. В общем, вести тихую, размеренную жизнь всё-таки заслужили. Но вместо этого они продолжают отжигаться в полной программе. Более того, на этой неделе коллектив вернулся в список лучших из лучших. 29 место и 4 АМ. В этом году Валерий Меладзе не остался без номинации на премиум УС-ТВ «Перезагрузка». Он может получить заветную тарелочку как лучший исполнитель. И ещё имя и фамилию певца вы можете найти в категории «Лучший дуэт». Речь идёт о песне «Свет уходящего солнца», которую он записал вместе с Вахтангом. Кстати, недавно Меладзе объединился с певицей Валерией. Совместная работа называется «Не теряй меня». И сегодня она дебютирует на 28-й строчке. Кто знает, может быть, в следующем году этот дуэт тоже будет презентовать на премиум УС-ТВ. На очереди ещё один камбэк. К нам вернулась группа Swedish House Mafia. В смысле вернулась в тридцатку топ-хичарта? В реальной жизни музыкантов воссоединяться не желают. Каждый занимается сольной карьерой, проводит дни и ночи в звукозаписывающей студии. Кстати, у одного из экс-участников, кажется, у Стива Анджела почти готов дебютный альбом. По некоторым данным, диск увидит свет уже в июне этого года, как бы там ни было. На 26-й позиции «Don't you worry, child» от Swedish House Mafia. Удача не перестаёт улыбаться и Григорию Лепсу. Во-первых, певец номинирован на премию УС-ТВ 2013 в категориях «Лучший исполнитель», «Лучший дуэт». Во-вторых, его новая песня «Я счастливый» попала в тридцатку топ-хичарта. Полине Гагариной везёт не меньше. Певица претендует на награду УС-ТВ сразу в трёх номинациях. Лучшая песня, лучшее видео, прорыв года. К тому же, её видеоклип уже в эфире. 13 февраля начался гастрольный тур певицы «Pink». Вот уже почти три месяца она колесит по миру в поддержку своего нового альбома «The Truth About Love». Личный тренер артистки рассказал, что подготовку к турне певица начала через несколько месяцев после рождения дочери. «Pink» не вылезала из спортивного зала, пила много воды и питалась исключительно здоровой пищей. Похудение далось ей нелегко, но она справилась. Певица, к слову, сбросила 25 килограммов. Молодец. «Pink» сейчас действительно великолепно выглядит. И клип «Try» ярчайшее тому подтверждение. «Пора! Пора, мой друг, пора! Покое сердце просит! Покое просило сердце Александра Пушкина. А моё сердце просит напомнить вам, что «Топхи» сейчас оставлено на основе данных ротаций на радиостанциях России и стран СНГ. Предоставленный сайтом tophit.ru. Не стесняйтесь. Заходите на сайт. Дорогими гостями будете. Но возвращаемся к хит-параду. Если не ошибаюсь, я остановился на 15-м месте. Здесь украинский дуэт 30-02. Группа продолжает штурмовать вершину музыкального Олимпа. Пока у ребят всё получается. На днях залез в интернет. Хотел почитать интересный комментарий к клипу Дэвида Гетто и «Съезжий волк». И вы знаете, столько комплиментов, песня великолепная, видео ещё лучше. И, судя по всему, так думают многие. Дорогой, красивый клип, ведь это же Дэвид Гетто. Мы любим тебя, Дэвид. И его волчище тем более желаем удачи и красивого рассвета. Компания «Мегафон» представляет грандиозный тур «Земфиры». Самая загадочная звезда отечественного шоу-бизнеса уже поразила своими грандиозными выступлениями почти всю Россию. «Земфира» скоро будет и в твоём городе. Не пропусти. Такое ты не забудешь никогда. Мы подобрались к наилучшей, наивкуснейшей, наиприятнейшей части топ-хит-чарта к тройке лидеров. Сразу скажу, здесь произошли кое-какие изменения. На третьем месте сегодня Пит Буль и Кристина Агилера, любительница лосин и короткость. Майк, Кристина продолжает утверждать, что ей нравится то, как она выглядит. Иконы стиля и образцом подражания она, конечно, ну, прям скажем, не была никогда. Но, например, будет чем брать. И Агилера. Хотя, какая разница, ведь самое красивое, что есть у Кристины, это и голос. Остальное не так уж и важно. Группа «Градус» образовалась всего лишь пять лет назад. Ха-ха, только вдумайтесь в эту цифру. Большинство людей за пять лет умудряются в лучшем случае съездить один раз на море, в худшем купить новый пылесос. У этих парней дела, кстати, намного круче. За пять лет они прославились на всю Россию, страны ближнего, из-за рубежа, выпустили альбом, сняли пять видеоклипов, это уже пять пальцев, записали два саундтрека и номинированы на премию «Муз-ТВ» в 2013 перезагрузка в категории «Лучшая поп-группа». Учитесь. Риана идет по стопам так называемых вездесущих знаменитских. В смысле, певица занимается не только музыкой, еще она снимается в фильмах, разрабатывает собственные линии одежды, цветует парфюм, принимает участие в рекламных кампаниях. Если так будет продолжаться, Рианы в нашей жизни будет очень много. Впрочем, ее и сейчас немало, но лично я за... Вот классная. Кстати, именно Ри Ви сегодня получила высшую награду «Топ Хит Чарс». Поздравляю. На первом месте без изменений. Здесь, как и неделю назад, прекрасная Риана. Мне же только осталось напомнить вам, что «Топ Хит Чарс» составлен на основе данных о ротации на радиостанциях России и страны СНГ, предоставленных сайтом tophit.ru. Не забывайте совершать добрые поступки. Читайте Мурс ТВ в Твиттер, Мурс ТВ и Инстаграм Мурс ТВ. И обязательно найдете там меня. Ваш МФ Агент. Пока. Субтитры подогнал «Симон»!